всем привет дорогие друзья наконец-то мы вновь здесь с вами ваш любимый неотразимый прекрасные елисей и я ваш ведущий никита никитин и сегодня у нас гостях елисей здорово красавчик вот молодец мне нравится твой настрой здравствуйте меня зовут бубнов елисей я из города перми мне 22 года и сейчас я учусь на третьем курсе в гитисе в москве какого вообще как ты оцениваешь было расти в семье верующих людей верующих людей мне кажется я как-то я не знаю друг другой атмосферы другого воспитания мне это было всегда комфортабельно пусть хоть несмотря на то что мой отец воспитывал меня очень строго но по мне этого было абсолютно по моему не сказать я был очень максимально активный в детстве и я по моему вся воскресная школа от меня просто стояла на ушах немножко подробнее про это что это у меня постоянно меня постоянно жаловались вот так вот потому что я был и вообще абсолютно непоседа я всегда всех заводил примеру я любил там не знаю сбегать с этих воскресных школ заводить там камеру за кого-то задирать грубо говоря там ну очень грубо это конечно сейчас так тоже вспоминают кого-то может обзывать там не знаю унижать обычно к очень жестко вроде воспитывать должен быть какой-то быть чопорный но у меня куда-то это все все мое воспитание куда-то улетала куда-то непонятно куда я не знаю почему так происходило это видимо чисто от индивидуальности зависит но ты чувствовал от того что ты христианин тебе нужно быть примером в твоей компании или наоборот примером ну как бы такая ситуация была что многие мои друзья знали что я хожу в церковь я делал христианские посты у себя в социальных сетях но мне это как бы в принципе не мешало вести себя как я себя вел они противоречили твои посты твоему да да и потом я как бы это начал да и потом я начал понимать и как-то подчищать свою свои страницы в социальных сетях и если удалять эти ну да 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 когда я понял что как-то это не очень красиво и когда ребята начинают задавать какие-то не очень удобные вопросы я решил она мне надо я просто как бы вопросы какие ну к примеру да а в какую церковь ты ходишь и даже такие банальные вопросы ты же христианин вроде как и так можешь поступать а я так и как помимо задирания были какие-то но я это вот это я говорил про воскресную школу про задирство а потом уже как бы когда я подрос в юношестве я это где-то наверное 6 по 9 класс я очень глубоко окунулся в этот мир вот и и ко мне то видимо дьявол знал как меня подцепить сейчас было ли у в твоей жизни личная встреча уже после этого с богом да да было или она была до этих собой как нет она была после бог вот это при эта встреча произошла примерно между 10 11 классом когда мне нужно было решать уже 11 класс куда поступать что в принципе делать в этой жизни и я начал об этом задумываться и вот этот как раз момент я был тоже вот одной ногой в миру одной ногой в церкви вот и я поехал на паспорт меня вот кстати вот совет всем всем родителям все вот совет всем родителям меня родители как бы плохо себя не вел сколько бы что не происходило они меня во все христианские лагеря куда бы можно какие слет они меня везде пихали вообще не жалели денег и мне кажется это и вот очередной паспорт я приезжаю на паспорт и как бы ничего не ожидаю там такого чего-то сверхъестественного обычное служение там проповедовали за призвание я не помню пастора вот и я такой понимаю ну в принципе нет да в принципе нужна мечта нужно призвание я выхожу к алтарю там за нас молятся и ну что уж тут как бы говорит как там что говорить лицемерить не всегда когда я выходил там к алтарю там за меня молились там что-то со мной происходило этот раз я тоже не ожидал ничего сверхъестественного но тут вдруг как там началась молитва мы все взялись за руки кто был вокруг там всей толпой пастор сказал вот начали молиться и у меня короче побежали слезы ну для меня это было нормально я очень много плакал там во время молитв там еще чего-то и потом начинаю понимаю что я с каждой секундой начинаю плакать все больше больше потому что начинаю на взрыв плакать я понимаю что как-то меня что-то особенно касается вокруг меня там люди там я по бокам девчонки мне так еще стыдно реветь я прям уже не могу сдерживаться и в один момент я просто там на этом паспорте вот это там сотни толпа и сотен людей падают на колени вообще несмотря ни на кого и тут произошел произошла такая вещь мы были прямо рядом со сценой орут колонки люди молятся шуму короче очень много и вдруг на одну секунду меня выключается все я ничего не вообще ничего не слышу и вдруг у меня в голове ну как я потом понял это видение я вижу огромную огромную гору и мне сразу в голове типа это эверест и там там все заснеженные бури вихри и и очень много разноцветных точек на этой горе в раз везде и я как бы задаю в голове у себя вопрос а что это такое и приходит ответ елисей вот эта вот гора это твое призвание которое я уготовил для тебя на твою жизнь вот эти все точки это те люди которых я тоже однажды призывал но по тем или иным обстоятельствам они не дошли до самого верху наверху никого не было на самой на самом пике вот и он сказал если ты готов изменить свою жизнь и пойти за мной то ты там окажешься и мне приходит и как бы я понимаю что и он говорит это это призвание это снимать христианское кино ставить христианские постановки немать не какой-то любительское кино а прямо реально на профессиональном на высоком уровне используя самые последние технологии ну как я не знаю молодой надо быть максималистом и вот и я понимаю что это и раз для христа это значит нужно делать что-то круто и вот он не сказал и то есть я скажу я никогда об этом не думал что я подобным будут заниматься у меня были с кино да вообще тебя в театральной сфере как бы у меня были там я выходил там на сцену в церкви там еще где-то там в школе мне говорили вау тебя классно получается талант но я как-то мимо ушей все это пропускал и ну спасибо и до свидания вот я хотел вот в 11 классе я там думал пойду на мчс или на дантиста но и тут я понимаю мне приходит мечта мне приходит призвание ни с того ни сего этого вроде бы не искал на просто по великой реально благодать и милости мне это приходит я понимаю зачем я живу на этой земле мне приходит огромное призвание и я просто встаю с колен на этой молитве иду в зал и я понимаю что я абсолютно другой тебе ну вот у меня есть вопросы известны на тебе свое призвание как сейчас ты действуешь не я знаю ты начал учиться до специальность какие планы у тебя планы но на самом деле мы сейчас пропускаем огромную часть моё когда я понял что мне нужно поступать я приезжаю домой говорю родители мам папа собираюсь поступать в театральный они естественно в шоке какой театральный что вообще и у меня такие мысли в голове ну раз для бога то значит самое лучшее а самое лучшее почему то сразу же в москве хоть нас фильме есть к колледж кулек и я не захотел да сразу в москву вот задрал планку папа естественно как бы зная как бы такую что у меня так вот все нестабильно в духовной жизни он говорит эти не отпущу что за бред ты вообще туда там перестанешь церковь ходить вот и я им пересказал все как было на пасворде им объяснил посадил их объяснил они такие подумали ну видимо и вправду от бога вот и потом отец мне все-таки не хотел отпускать но концу года вот прошел год 11 класс они увидели что я как бы взялся за голову начал лучше учиться сдал неплохо экзамены они думали что это будет намного все хуже сдал их неплохо очень даже хорошо вот и я поехал в москву поступать после 11 класса сдав егэ все вот я-то думал ну бог сказал все призвание в принципе есть я что-то вроде умею выучил там стихи басни прозы песню выучил поехал значит в москву там пять вузов театральных я приехал думаю все хорошо бы сейчас поступлю меня там уже типа все ждут и спустя месяц поступления я слетаю просто в москве всюду меня нигде не взяли меня везде сказали до свидания парень ты вообще ни о чем я такой но не сдаюсь мы поехали с папой в питер он везде мне сопровождал как верный друг вот и в петербурге я поступил в один университет через два месяца обучения там я понял что здесь не собираюсь оставаться что здесь они не научусь тому чему я хочу в этом вузе и я об этом рассказал родителям и подошел к концу учебный год первый курс и я снова поехал в москву и теперь ты думал я уже отучился в театральном вузе в петербурге парень из перми я вроде такой все сейчас еще тем более с богом поступая второй раз в москву и идентичная абсолютно точно также слетаю во всех вузах и так как я уехал снова на месяц в москву не сказав ничего в своем вузе а был учебный год ты был апрель меня туда числили вот и и я значит везде слетел в москве в петербурге меня числили и я еду значит в поезде вперем вот так вот просто не понимаю что вообще происходит бог сказал это сто процентов бог но почему-то уже два года подряд я не могу поступить туда куда я хочу и вот значит я приезжаю в пермь домой а вот и думал пойти работать или в армию и папа говорит да иди в библейскую школу что время тратишь я такой точь у нас нужно впервые все очень хорошая библейская школа в нашей церкви я туда пошел отучился честно год практически не пропускал и служил везде где говорят и вот подошел к концу учебный год библейской школе и видим это просто благодать от господа что я ни на минуту не переставал верить и думать готовиться к поступлению в москву хоть там ребята один раз не поступили и думали но это не мое наверное вот и и я еду в третий раз в москву уже я попросил у всех кого только мог чтобы они помолились за меня вызов у всех лидеров за я даже подходил к нашему епископу в церкви и эдуард анатольевич он тоже благословил меня вот и и вот и такой везде промоленный и с мыслью что если я должен поступить в этом году я поступлю если нет значит я пойду в следующий раз на следующий год я добьюсь уже заряжен да и значит я приезжаю и так происходит что я просто как нож в масло начинаю проходить просто во всех пяти вузах меня всем нравлюсь меня я меня везде как бы принимают хорошо вот и в этих пяти вузах там я хотел поступить в 2 очень сильно два были не очень и один стоял особняком в думал я я думал в него я не поступлю потому что это слишком было круто он называется гитис вот и и так получается что я во всех четырех слетаю и у меня остается один гитис куда даже не хотел идти пробоваться в этот год и меня друзья уговорили сходи хотя бы попробуй сей я когда пришел на первый экзамен в гитис я его прошел я думал это чистая случайность потому что я думал я даже с первого экзамена свечу сразу же это слишком крутой вуз и вот за экзамен за экзаменом тур за туром я оказываюсь зачисленным в этот вуз вот и когда мы сидели да это слава богу этой этой и я сейчас скажу это абсолютно не моя заслуга я понимаю что во мне нет такого таланта чтобы поступить туда и когда вот мы туда поступили и сидели перед нашими педагогами перед нашей комиссии которая нас зачислила нас было 14 человек и они говорят ребят но мы вас поздравляем выдохните все вы поступили и то есть чтобы вы знали вот через эту сцену в этом только в этом году прошло 6000 ребят которые поступали к нам но мы взяли только вот вас 14 со всей страны мы готовы вас обучать так что давайте держаться вместе и трудиться вот и просто это был огромный шок и даже реально поверить не мог что смог поступить на третий год что как бы то есть это почти невозможно это просто бог да и то есть и вот я сейчас о чем скажу что я понимаю что это абсолютно не мои заслуга не мои заслуги и не моя какой-то там мега талант потому что рядом со мной сейчас смотрю учатся дети актеров которые там с рождения в этой атмосфере все там умеет все понимают другие там ребята по 10 лет сами в театре работы другие там уже артисты пол мира объездили там сам выступая на сцене а я такой там парень с перми с самым минимальным багажом театральным по каким-то там пониманием из этих 14 людей я понимаю что это исключительно заслуга бога и что это именно когда нужно было поступить он не открыл двери и я вошел как в начало своего призвания вот и я верю что на этом история не кончается что начинается и то есть это даже не гитис это не мечта это только цель а мечта она мог намного дальше это это просто ну пока молодая нужно мечтать по крупному это сотни тысяч спасенных людей это реально лучшее кино которое будет в широком прокате где-то будет показываться в кинотеатрах но на чем-то вообще больше специализирует все театр или кино сам ты лично у у меня все таки я очень долго думал так как у нас гитис это и кино и театр и как бы когда ты говоришь кино на тебя так начинают смотреть типа ой хочешь быть звездой все такое вот типа правильный ответ театр вот но я как бы думал я честно для себя отвечаю что у меня кино больше вдохновляет и по-моему через кино можно добиться большего количества спасенных душ большего как больший объем по всему миру можно кино показывать во всех по всему миру до именно очень круто смотри обычно и мы двигаемся чуть по вопросам но мне очень нравится как ты рассказал это свидетельство но очень важно и давай с тобой то вообще сейчас как у тебя взаимоотношения личные твои с богом в данный момент я думаю что это как-то я сейчас переживаю лучшие какие-то мои годы с богом вот на меня крайне повлиял мой отец вот он в меня сейл все эти годы да спасибо тебе огромное папа я знаю что увидишь это сто процентов вот и и во время учебы в гитисе он меня постоянно поддерживает мы с ним созваниваемся и он не читает мини проповеди постоянно и потом я начал их конспектировать делаю на громкую связь и быстренько конспектирую что он не говорит он этого не знает вот и сейчас не там целая заметка там где вы какие-то проповеди когда мне говорит кисть это я понимаю что это реально работает что это реально конструктивно и это прям попадает прямо мне в точку пусть вот он там каких-то вещей не знает я понимаю что это прямо откровение от бога и вот так вот часто ли тебе было за время учебы стыдно что ты верующий ни разу ни разу то есть я стараюсь этим гордиться потому что я не считаю что христианцы должен быть чем-то интимным потому что когда я смотрю на странице своих друзей одноклассников однокурсников я вижу там какие-то они приглашают друг друга там на какие ну на страницах приглашение на кита очень неприличные тусовки какие-то какой-то мат какая-то грязь на страницах и мне вот и то есть для меня реально то есть для меня стыдно вот это почему я должен стыдиться своего бога с они не стыдятся подобных постов почему я должен стыдиться чего-то христианского для меня сейчас это абсолютно мое мировоззрение я не стыжусь ни в коем случае сейчас ты занимаешься служением или в церкви нет так как его конечно хотел бы то есть я активное участие принимал там в церкви когда был в перми но сейчас так как из-за специфики своей учебы когда у нас даже по воскресеньям это абсолютно рабочий день у нас пары я очень долго там скандалился своими однокурсниками потому что я должен быть на служениях и это не обсуждается пусть у нас там репетиция и все такое там нужно или сдвигаться или еще как-то и вот так вот то есть это я плохо сформулировал если честно как мне кажется могут не так понять я просто я бы я просто поменял церковь имеется ввиду я сначала ходил в одну там было одно служение а потом начал ходить в церковь слова жизнь там где четыре служения стал туда успевать вот и с однокурсниками стали лучше отношения там четыре служения могу выбрать они одно как я ходил там в другую церковь вот так вот хорошо давай мы с тобой посмотрим насколько ну насколько часто и читаешь библию вообще сам я дал знаешь кратенько под под забрасыву удочку чуть-чуть на выхожу с или слету прямо рубить смотри как лучше я наверно по рубрика знания библии с елисеем и так елисея ну так часто ты читаешь библию очень до стараюсь максимально часто каждый день каждый день это круто как называется вторая книга в библии исход в этом ты хорош какое первое животное исследовала мир за пределами ковчега ворон скунс голубь или пикачу голубь или ворон блин я думаю так давай сейчас давай подумаю вспомнил пускай ворон давай ворон и это правильно какая глава является последним в откровении она богослова 21 19 22 или 20 я не помню точного ответа я предположу 19 а теперь ты будешь знать что 22 как мне лет точно теперь точно и так кто был братом мари и марфы боас иаков петр или лазарь ответ лазарь и это правильный ответ кем был давид до того как стал царем плотником пастухом производителя палаток или рыбаком пастухом я так браво давайте друзья аплодисменты ты молодец красавчик два еще вопроса даже может быть три это супер игра нет это мы уже продолжаем наше интервью всего три вопроса не буду тебя долго мучить во первых что для тебя жизнь как ты понимаешь это игра это фильм что это что для тебя жизнь жизнь для меня как-то вот после того что я рассказал ты превратилась в одну в один какой-то не знаю вектор в одну какую-то дистанцию которую я сейчас я должен и должен и хочу бежать это моя мечта и мне это мне как-то мне вот в этом интересно двигаться правильно вот это есть для меня как-то сейчас все стало померк весь все какие-то угоды этого мира то есть я понимаю я реально стал как-то бояться бога что я понимаю я могу сейчас оступиться и могу потерять свое призвание и если я не буду молиться если я не буду читать библию если не буду поститься бог скажет я просто возьму другого ты станешь одной из этих точки вот для меня сейчас это просто самое страшное что бог просто возьмет другого и я стараюсь держаться и боюсь как-то огорчить бога какими-то своими там неправильными поступками как-то какой-то страх господи не знаю как я думаю что твои слова очень многие вдохновят на самом деле это очень сильные слова кто для тебя бог бог когда я не могу назвать как ты сейчас другом в том контексте что я сейчас буду говорить но это тот кто дал мне мечту тот кто дал мне смысл жизни а без него как бы ну я не вижу смысла жить и вправду если как бы не будет его в моей жизни мне кажется только там мне кажется это мой бог это мой смысл жизни и это я правильно это очень хорошее направление мало кто все обычно говорят папа господин отец но смысл жизни это очень интересный ответ давай я хочу чтобы ты прямо сейчас на камеру дал самый важный совет вот и тебя смотрит человек возможно он стоит на перепутье сейчас какой самый главный совет ты можешь дать ему за жизнь я еще упустил один момент в своей истории когда я пережил откровение о посте вот и я верю что у нас должно быть не только чтение библии в личных отношениях с богом чтение библии молитва но и пост я считаю вот эти три основные вещи как вот нитка втрое скрученная для меня не скоро порвется и я считаю что многие почему-то упускают вот эту вот вещь о посте и я считаю что без поста ты не сможешь прийти в ту какую-то меру смирения где ты скажешь и боже я полностью пред тобою смиряюсь я никто я ничто господи просто возьми и веди меня и мне кажется если мы не придем в смирение пред богом если какая-то будет гордость какой-то грех в нашей жизни и просто не будем используемыми ими им и тогда если у нас не будет просто смысла в жизни то грошным цена по моему так что я бы сказал начните поститься вот так вот по моему и мне кажется у вас многое перевернется в жизни многое с вами был как всегда ваш любимый елисей и ведущий никита никитин всем спасибо за то что были с нами